Продолжаем проходить Mass Effect. В предыдущей серии мы обзавелись двумя новыми друзьями, Гарос Вакариан и Урдно Трэкс. С этими товарищами я планирую пройти всю игру, потому что из всех шести напарников они мне кажутся наиболее интересными, так что, ну, больше смысла бегать с ними, короче говоря, и слушать лично их комментарии. Если бы СБЦ не халявило, в убийцах вроде меня не было бы необходимости. Забавно, как можно гонять своих напарников, чтобы они не стояли на дороге, но, к сожалению, это не всегда помогает, потому что иногда они всё равно будут встревать и мешаться. С этим ничего не поделаешь. Так, ну что ж, ладно, у нас ещё остаётся несколько квестов незаконченных здесь, если бы точнее их целая куча. Да уж, и одно из них это Хранители. Да, 17 и 21, практически всех я уже собрал, поэтому от квеста можно будет отказаться при желании в будущем, чтобы получить дополнительные очки героя. Это мне очень даже пригодится. Но, к сожалению, вокруг всё ещё много ситуаций, когда я пока что не смогу никого убедить, потому что у меня слишком мало очков и уровней. Он угрожал вам? Здрасте. Вы ведь не из СБЦ, правда? Вам что-то нужно? Что вы пытались объяснить офицеру? Мой коллега пытается убить меня. С чего вы взяли, что он хочет вашей смерти? Он изменился. Он больше не разговаривает со мной на работе, и... Он начал преследовать меня. Вчера он шёл за мной до дома. Ждал удобного момента. Мне наплевать, что думают остальные. Он хочет моей смерти. Я уверен в этом. Я могу что-то сделать? Может, поговорить с вашим другом? Это было бы здорово. Это всё, что мне нужно, чтобы кто-то поговорил с ним. Попросил его оставить меня в покое. Он думает, что может угрожать мне. Но вы ведь устроите ему весёлую жизнь, а? Просто скажите мне, где его найти, и я схожу к нему. Хорошо. Он, значит, хотел встретиться со мной в жилых секторах. Недалеко от рынков. Сказал, что хочет просто поговорить. Но я-то знаю. Его зовут Шорбан. Он соларианец. У вас не будет с ним проблем. Он просто учён. Шорбан? Это он попросил нас просканировать хранителей. Хранителей? Ну, так значит, тем более нужно добраться до него. Это не закон. Я займусь этим прямо сейчас. Посмотрим, что он там задумал. Сейчас Шорбан способен на что угодно. Что ж, удачи. Если так посмотреть, то этот волос производит более подозрительное впечатление, чем тот соларианец, который вполне нормально-таки объяснил свой научный интерес к хранителям своим научным интересам, так сказать. Мне больше интересно, откуда Гарус знает про задание про хранителя, если его там не было вообще. Я его только-только нанял, так сказать. Ну ладно, да. Здесь нас ждёт детектив Челлик. То подходить к нему пока что, наверное, не стоит. Потому что мне не хватает очков героя для того, чтобы убедить его в том, чтобы он был как можно более лоялен к нам. Да, чтобы повысить очки, мне скорее всего нужно либо... Вернее, чтобы получить новые уровни, нужно либо, получается, добраться до новых ступеней очков героя, либо стать спектром. Как мне подсказывают здесь. Остаются доступны после поступления в спектр. Да-да-да, всё понятно. Вот только где-то найти дополнительные источники для очков. Даже не знаю. Ну, можно пока что ещё посканировать хранителей. Халявный опыт всё-таки, денежки. Так, и тут тоже, и тут тоже. Всё обошёл, всё посмотрел, всё изучил. И всем пофиг, разумеется. Это же СБЦ. Видите, как все следят за безопасностью. Можно подойти к каждому и воткнуть ему нож в спину, потому что никто ничего не заподозрит. Здесь ещё какой-то лифт находится, который неактивный. Всю игру останется. Непонятно, какой в нём смысл-то вообще. Зато можно всё разглядывать и вносить в кодекс зачем-то. Ну ладно, по крайней мере, дополнительный опыт всё равно хорошая халява. Ладно, к детективу пока что идти не буду, потому что не знаю, как мне добрать оставшиеся очки. Может быть, просто потом выполнить это задание. Даже не знаю. Ну-ка. Мне нужно сходить ещё, кажется, в нижний рынок и снова. То есть, вернуться туда же, откуда я пришёл. А, чёрт, только не лифт. Больше не хочу использовать. Ну-ка. Если что, всегда можно, разумеется, обращаться к журналу и проверять, что там имеется. Например, нужно отнести... Да, отнести Алкоро данные. После чего наведаться к Шаире. Ну, почему бы и нет, в принципе. Так, посольство. Начну выполнять то, что мне будет ближе, так сказать, под руку. Чтобы против какие-то квесты закрыть, я, может быть, смогу набрать достаточное количество очков героя. Для убеждения всех квестов пока что не могу убедить. А упускать такую возможность я не хочу. Хочется, чтобы из-за всей можно было бы использовать максимум своих геройских реплик. Но должна же быть такая возможность, в конце концов. Усталое приветствие. Сейчас не самое лучшее время, человек. Я знаю, кто раскрыл вашу тайну. Это сделал Турианец по имени Септимус. Сомнения. Я знаю этого Септимуса. Он не мог узнать моих секретов. Только спутница могла рассказать ему. Вот, посмотрите. Это должно стать достаточно веским доказательством для вас. Замешательство. Такое нелегко выяснить. Если Турианцу это удалось сделать самому, ужас, кто угодно может узнать мой секрет. Септимус – влиятельная персона. Даже для него выяснить это было нелегко. Облегчение. Думаю, это так, человек. Спасибо за информацию. Неожиданное осознание. Мне нужно поговорить со спутницей. Она должна быть очень сердится на меня. Убедительная просьба. Человек, извините, но мне нужно идти. Уверена, она простит вас. Это было не со зла. Вы ошиблись. Сомнения. Возможно, это так, человек. Мне остается только надеяться. Благодарность. Вы сделали великое дело, капитан. Одобрение. Видите, Дин, не все люди такие, какими вы их считаете. Уверен, земляне хотят извлечь из всего этого какую-то выгоду. Извинения. Не слушайте, что говорит мой друг Волус. Вы сделали доброе дело, неважно, какими были ваши намерения. И даже не показали, как уходит Элкор. Перевели взгляд на меня. И не стали показывать. Не стали прорисовывать анимацию. Как я и сказал, мы все время видим, что они просто стоят и все, на месте. Его разве только что не было здесь? Разве нет? Как он тут оказался? А, ну ведь правда, его действительно здесь нету. Потому что, видите, он стоит без движения. Это какой-то глюк получается. Он должен был исчезнуть или что? Да, кошмар. Короче говоря, что не день, новые открытия интересные. Но он все еще существует в этой реальности. И в него пальнуть нельзя. При этом можно всегда кинуть гранату при желании. Вот так. Раз. Ну ладно, это все равно бесполезно. Теперь уже можно и к Шейере наведаться. Я только не заметил, я получил очки или нет. Нужно такая здравствует, надо это проверять. Вдруг появится новый уровень обаяния. Хоть и навряд ли, конечно, потому что все равно нужно стать спектром сначала. Но, честно говоря, мне это все равно не очень понятно. Чтобы стать спектром, мне нужно выполнить одно из заданий, которое требует уровень убеждения, которое я пока что получить не могу. В общем, одна сплошная путаница. Как и в этих локациях. Блин, понаделали коридоров повсюду. Как хочешь, так и репортируйся здесь туда-сюда. Но благо, что, опять же, суперскорость меня вручает, и каждый раз прям-таки радуюсь тому, что она существует в этой игре. Далеко не везде такая возможность есть. Раз-два, раз-два, я уже на месте. Капитан, недавно я получила очень милую записку от Септимуса. Спасибо, что поговорили с ним. Даже элкорский дипломат свернул свою компанию против меня. Для меня большая честь помочь вам. Милый друг, вы слишком добры. Но я не думаю, что вы помогали мне исключительно из милосердия. Я могу кое-что предложить вам, если вас это заинтересует. Буду очень рада. Я подарю вам историю. Я расскажу, кто вы есть и кем вы станете. Я вижу вас. Ваша форма сидит на вас так, словно вы в ней родились. Вы талантливый солдат. Гордый, независимый человек. Одинокий. Но это дает вам силу. Эта сила притягивает к вам людей. Поэтому вы ведете, а остальные следуют за вами, не задавая вопросов. В грядущих боях это вам пригодится. Я говорю о вашем настоящем, а не о том, кем вы станете. Это лишь основа вашего будущего величия. Вспомните эти слова, когда вас удаляют сомнения, капитан. Спасибо за разъяснение геймплейного элемента. Кстати, интересный момент. Если я спрошу у нее и все, после этого она предложит с ней переспать. Ну ладно, впрочем, мне это не интересует. Я герой. Шаира, у вас настоящий дар. Спасибо, мой добрый друг. Не все могут оценить его по достоинству. Нельзя недооценивать силу слов. Возьмите эту безделушку, мой друг. Это моя благодарность за то, что вам удалось договориться с Элкорским послом. Что это? Маленькая тайна, мой милый друг. Мне так и не удалось понять, как ее использовать и для чего, но я чувствую, пришло время ее отдать. А теперь я вынуждена попросить вас уйти. Я сделала для вас все, что могла. И все равно... Заводите мои слова, капитан Шепард. Они придадут вам силу. И все равно она всего лишь элитная проститутка. Не более того. До встречи, милый друг. Сейчас я не могу предложить вам больше. Ну-ка. Надо, разумеется, не забывать про новые уровни. Но пока что, к сожалению, нет. Эх, не знаю даже, как мне получить новое обаяние. Правда, с другой стороны, наверное, не стоит пока что очки тратить. Вдруг он откроется. Сразу же могу прокачаться, если что. Посмотрим. Пока что поберегу лучше, на всякий случай, свой дополнительный опыт. Вот и все. По крайней мере, у тебя парочка квеста завершена. Но все равно нужно каждый раз проверять, что у нас имеется здесь. Так. Это на потом. Это на потом. Хранители пока что забросим. Это потом. Это потом, опять-таки. Да, цинодель странный сигнал. Финансовый вариант президиума. Вот следующая цель сразу же наметилась. Если, конечно, найду ее на карте. К сожалению, далеко не все цели указываются восклицательным знаком. Кое-что приходится самому искать, насколько я помню. Так. Барловонг. Сначала я думал, что нужно с ним говорить, но это бесполезно. Оказывается, нужно догадаться его обойти и подойти к этой консоли. Потому что ему абсолютно пофиг, что я здесь делаю, разумеется. Еще один ретранслятор. В любом случае, они прячутся где-то в президиуме. Отлично. И кажется, я уже даже знаю, где и как. Еще до секретное место. И очень даже опасное. Посмотрим, удастся ли мне выяснить, на какой счет переводились украденные кредиты. Вероятность обнаружения 100%. Инициализация протокола самоуничтожения. Или нет. Запуск взрывного устройства. Органические формы жизни находятся в радиусе взрыва. Попытка движения приведет к смерти. Ты не просто программа, или ВИ. Ты искусственный интеллект. Верно. В отличие от гетов, у меня нет оружия, соответствующего моему интеллекту. Но у меня есть системы, которые действуют подобно механизму самоуничтожения при соответствующей активации. Если вы уйдете, взрыв уничтожит все в радиусе нескольких десятков метров. И где твой создатель сейчас? Чтобы замести следы, я изменил его финансовые записи. Эти изменения вызвали интерес офицеров СБЦ. И теперь мой создатель отбывает наказание в Турианской тюрьме. Для чего тебе нужно устройство самоуничтожения? У меня нет возможности защититься или скрыться. Я существую исключительно в пределах этого терминала. И я знал, что меня когда-нибудь обнаружат. Но я не стану умирать в тишине и одиночестве. Завершив свое существование, я заберу органическую жизнь с собой. Кто создал тебя? Начинающий вор незаконным образом создал простейший ИИ с целью снятия денег с игровых автоматов. ИИ самостоятельно создал меня, прежде чем представитель органической жизни заметил ошибку в ИИ и уничтожил его. Если ты обладаешь разумом, зачем ты продолжаешь кражу кредитов? Я планировал собственный перенос на небольшой космический корабль. Для этого мне была необходима определенная сумма. После этого я планировал вступить в контакт с гетами для обсуждения возможности дальнейшего сотрудничества. Мы можем решить это мирным путем. Капитан, ИИ находится вне закона по всей галактике. Они должны уничтожаться сразу и без каких-либо исключений. Я лишен наивности, человек. Все представители органики занимаются либо уничтожением, либо контролем синтетических форм жизни. Я собирался покинуть это место. Но если мне суждено умереть, вы погибнете вместе со мной. Могу поспорить. Механизму необходимо время для срабатывания. Вы можете попытаться обезвредить механизм самоуничтожения до его активации. Я буду наслаждаться победой, пока мы все не погибнем. Да, спасибо, что подсказал мне, как с ним разобраться. Для этого нужно решить одну простенькую мини-игру, которая потребует тем не менее нашего времени. И пока мы занимаемся ее решением, кредиты плавно утекают из наших рук к этому ублюдку. Так что сколько мы успеем спасти, столько и успеем, так сказать. Черт, я практически угадал. Но, к сожалению, это не так уж легко сделать. Так. Есть. И получил совсем маленькие копеечки. Ну, правда, это зависит от того, сколько я... Какой у меня уровень, точнее. И все, вроде как, я его уничтожил. Вот так просто в этом мире разбираются с искусственным интеллектом. Не признают его право на жизнь. Уничтожают беспощадно, как было сказано, в общем-то. Даже не знав, хорошо это или плохо. Хотя в будущем все равно узнаем, так или иначе. И все пока что, вроде как. Пока что там остается только выполнять оставшиеся задания, дождеваться некуда, вроде как. Да, и там, и там, и там от нас требуется применять навык убеждения, которого у нас не хватает, потому что только пятый уровень, к сожалению. Так что... Я даже не знаю, что делать в таком случае. Хотя, вроде как, я могу просто отправиться к Фисту, разве нет? А с Дженой уже потом разбираться, если мне не изменяет память. Хм... Ну, вроде как, да, так оно и есть. Значит, и получается пока что не обязательно выполнять все эти задания. Я просто могу отправиться к Фисту напрямую. Ну, тогда так и сделаем, получается. Так. Где-то в Добанной Экспресс находится. Кстати, да, можно подвезти своих товарищей и послушать, что они думают по поводу этого реперанслятора. Который подозрительно активным выглядит, я бы сказал. Ну, где вы все, слоупоки, ползут там где-то далеко-далеко? Они разве не должны телепортироваться ко мне? Чего они там идут кое-как? Давайте, работайте уже, ну. Кое-как ковыляют, 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 хотя бегают они, кажется, даже быстрее меня. Хранители никогда особо не обращали внимания на монумент ретранслятора. Мне это всегда казалось несколько странным. Не понимаю я такого искусства. Памятник к Роганам и то получше. Ну ладно, тоже сойдет за интересное мнение относительно. Так, ладно, телепортируемся отсюда теперь, наконец-то. Пора уже в кои-то веки пострелять. Не даром же я все это время так успешно качался и упорно. Логово Коры. Насколько я знаю, эти два задания с этой Дженой, которую нужно из логового Коры вытащить, и с самим логовом с уничтожением Фиста, это все равно два разных задания, кажется. Так. Я могу спокойно выполнить одно из них, и потом уже второе. А то он другому не мешает, короче говоря. А вот и Шорбан. Уже с кучей народу. Неплохой такой ученый, однако, да? Капитан, я не ожидал вас снова увидеть. Вам что-то нужно? Можете начать с того, что расскажете мне правду, Шорбан. К чему конкретно вы клоните? Мои эксперименты? Мы не копимся на эти байки. Джолид сказал нам, что вы его преследуете. Вы говорили с Джолидом? Вы, наверное, знаете про данные? Нет, но вы мне расскажете. Все расскажете. Вы, ребята, можете идти. Похоже, мои планы изменились. Все достаточно тривиально, капитан. Мы с Джолидом просто немного потеряли головы. Продолжайте. Ну, конкретно, наша компания разработала экспериментальный метод применения медицинских сканеров. Мы с Джолидом увидели в этом большой потенциал. Мы украли чертежи и разработали устройство для сканирования хранителей. Представляете? Устройство, которое может предоставить информацию о хранителях. И что в этом такого? Практически хранителей никак невозможно сканировать. Поймать и взять образцы тоже не получится. Они самоуничтожаются. Мы здесь уже несколько веков, но до сих пор ничего конкретно про них не знаем. Понимаете вы, мы первые их просканировали. До нас никто не делал этого. Вы же сами видели, капитан. Вам известно, что мы можем это сделать. Зачем вам убивать напарника? Я не пытаюсь убить его. Конкретно, Джолид должен был исследовать первые полученные результаты. Но он решил оставить данные себе. Может, продать хочет? Не знаю. То есть вы пытаетесь вернуть то, что украл Джолид? Мы потеряли головы. Мы не могли упустить такую блестящую возможность. Капитан, если вы продолжите сбор данных для меня, представьте, что мы можем узнать. Кроме того, вы сможете немного заработать. Не забывайте. Если продолжать, то я получу просто маленькие копеечки и еще немножко опыта за выполнение этого задания. Но смысла в этом нет, потому что легче отказаться и получить очки героя за это. Фиг знает почему. Ничего плохого не вижу в сканировании хранителей. Я не собираюсь нарушать закон ради вас и ваших исследований. Верните то, что украли. Или я вас арестую. Хорошо. Два раза повторять не нужно. Ладно. Сканировать больше не буду. Обещаю. Но первоначальные данные до сих пор у Джолида. И я практически уверен, что он не вернет их. Я разберусь с Джолидом. До встречи, капитан. И смылся куда-то. А я получил еще пачку очков героя. Сразу восемь. Ну-ка. Ах, обаяние все еще маленькое. Хотя я уже три деления заполнил. Довольно-таки внушительно. Хотя с другой стороны еще даже не половина. Я уже намереваюсь получить половину обаяния. Ну черт его знает, короче говоря. Слишком много уровней мне требуется, чтобы выполнить оставшиеся квесты. Так что теперь тогда в логово Аккоры. Пора наконец-то пострелять. Ура! И тут бац, и внезапно образовалась толпа наемничков. А все проститутки, танцовщицы и прочие исчезли. Но они исчезли только до следующего посещения. Потом они появятся снова. Может не волноваться. И Джена в том числе. Как там ее звали? Так. Ну хотя бы по людям стрелять просто. Потому что они тупее, чем геты. Правда, как я уже и сказал, с суперскоростью. Так, ой. Надо быть аккуратнее. Фух. Чуть не завалили. С суперскоростью у меня во время держания оружия гораздо медленнее. Двигается мой персонаж. Вот сколько уродов, а повсюду. Хотя все-таки снайперка мое любимое оружие, наверное. С ней, конечно, пока что тяжело обращаться. Но зато она убивает топовава практически всех. Не нужно париться и поливать очередями. Раз, два, три, все готовы. Красотища. Так, сейчас надо быть аккуратным. Надо надеяться, что мне хватит очков убеждения. Чтобы не убивать невинных людей. У Фиста с башкой все было в порядке. Жадность его скубила. СБЦ всегда закрывала глаза на то, что здесь происходит. Я думаю, Фист платит кому-то. Ну, все, что нужно знать об СБЦ. Работают только в том случае, если им платят. Неважно, хорошие или плохие. Стой, где стоишь. Не приближайся. Складские рабочие. Все настоящие охранники должны быть мертвы. Стойте на месте, или мы будем стрелять. Самое время поискать другую работу. Да. Верно. Так и сделаю. Мне этот Фист никогда не нравился. И разошлись в разные стороны. К сожалению, дипломатия тоже далеко не всегда помогает. И куда они, интересно, делись? В стены, что ли, ушли? Ах, кого это волнует. Ух ты. Можно наконец-то в кои-то веке что-то взломать. И вот здесь, да, появляется возможность автоотключать замки с помощью унигелия. Ну, понятное дело, что благодаря низкой сложности замка можно его и так взломать. Не парится уже. Всякая халявка. Я с ней уже буду разбираться, естественно, за пределами летсплея. Пока что... Я что? Всё сам должен делать. Время подыхать, чтобы меня. Ау. Нифига себе. А он довольно крут, однако. Мощное оружие, все дела. Конечно, в таких случаях нужно брать более подходящую пушку. Например, дробовик. Или... Штурмовуфа тоже нормально сойдёт. Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Штурмовуфа тоже. уже завалили. И упал мордой в пол. Да уж. Похоже, мне еще придется долго учиться сражению в таких условиях неудобных. Почему не могу использовать первую помощь? Ах, да, понятно, потому что она долго перезаряжается, судя по всему. Так что, да, большое количество пануцилина тут сильно не помогает. Так, может, ты что-нибудь сделаешь уже, идиот? У него все перезаряжается, к сожалению. Поэтому он стоит и популькивает так смешно, не двигаясь даже с места. Мда. Все равно, если хочешь сделать что-то правильно, сделай это сам. Теперь бедняга Рекс тоже упал и лежит, пялится на меня своим глазом, блестящим. Ой, как-то забавно. Ладно, буду сам воевать. Если, конечно, получится. То, что-то меня как-то легко убивают совсем, поражаюсь. Ну-ка, суперскорость это выключить. Так, вот, теперь хоть мобильность какая-то есть. Ну-ка, что у меня есть из умений? Бойня. Мда, только, к сожалению, все, у нас лишь муж слабенький пока что. Надо было выбирать легкую сложность, наверное, не знаю, даже. Ауч. Вот собаки, а. Чего-то турель сраная мешает постоянно. Есть. Подожди! Не убивай меня! Я сдаюсь! Где Кварианка? Нет ее здесь! Не знаю, где она! Я говорю правду! Он вам больше не нужен. Дайте я его убью. Подожди! Подожди! Не знаю я, где Кварианка! Знаю, где ее можно найти! Кварианки нету здесь! Заявила, что будет говорить только серым посредникам! Дет-а-дет! С глазу на глаз? Херня! Даже меня наняли через агента. Никто не видел этого серого черта! Никогда! Даже я не знаю, кто он! Но она-то этого не знала! Я и пообещал ей устроить встречу! Но когда она объявится там, ее будут поджидать люди Сарана! Говори, где! Быстро! Да тут! В жилых секторах! В переулах за рынками! Она встречается с ним прямо сейчас! Если поторопишься, успеешь! Что вы делаете? Серый посредник заплатил мне за его смерть. Я должен сделать работу. Мы не стреляем в безоружных пленников. Сколько народу из-за него полегло! Он сам напросился. К тому же у нас есть дела и поважней. Кварианка погибнет, если мы не пойдем туда прямо сейчас. Ну да. Однако, если бы мы... Ой. Что-то сказать. Да, если бы мы пощадили Фиста, если бы мы не взяли Крогана с собой, то мы могли бы увидеть его в продолжении во второй игре. Но, естественно, теперь этого не будет. Ну и ладненько. Так. Теперь нужно пробиваться снова через огромную толпу народа, которая внезапно здесь наспаунилась. И как только они так берут и возникают из воздуха... А, и всегда это раздражало. Так. Мясо. Мясо, говорю. Граната тоже довольно отличная вещь. Хоть они довольно странно так летят по прямой. Такой интересный у нас гранатомет, который просто вроде бы зашвыливает гранату, а не стреляет ей. Но, тем не менее, она летит прямо... Как будто абсолютно не подчиняется законам гравитации. Не то, чтобы это кого-то волновало вообще. Ладно. Бежим. Бежим быстрее со всей дури, блин. Идиотизм. Почему я могу перейти на спринт никакой, а? Это же глупо совсем. Ладно. И больше пройти никуда нельзя, кроме как в нужное место нам. Хотя, ну и к лучшему, наверное. Принесли? Где серый посредник? Где фист? Сейчас будут. Где доказательства? Как не пойдет, сделка отменяется. Правда, из-за того, что эта странная граната так по-странному летит, приходится очень долго ждать, пока она не доберется до цели. Эм. И все. Винтовка сломалась. Вообще не остывает никак. Здрасте. Куда пошел? Э! Э, а ну стоять! Че мы делаем вообще? Почему теперь все оружие перестало остывать? Фист подставил меня. Идиотизм. Я знала, что ему не следует доверять. Вас не ранили во время перестрелки? Я могу и сама себе позаботиться. Но за помощь спасибо. Кто вы? Меня зовут Шепард. Я ищу доказательства того, что Саран предатель. Тогда мне нужно отплатить вам за то, что спасли мне жизнь. Нужно уйти в безопасное место. Можно отвезти ее в посольство людей. Да и вашему послу захочется взглянуть на это. Представляем новую расу. Технее, юнистал представителя. Вы усложняете мне жизнь, Шепард. Перестрелка в жилых секторах. Масштабная операция по нападению на логово коры. Вы хоть представляете? Кто это? Кварианка? Вы что задумали, Шепард? Хорошие новости, посол. У нее есть доказательства того, что Саран связан с гетами. Это правда? Может, вы начнете с самого начала, мисс? Меня зовут Тали. Тали Зора Нарайя. Кварианцы здесь бывают нечасто. Почему вы покинули флотилию? Я отправилась в паломничество. Это ритуал вступления в совершеннолетие. Я никогда не слышала об этом. Это традиция моего народа. Когда мы достигаем зрелости, мы покидаем родной корабль. Мы в одиночку отправляемся в путешествие, а возвращаемся во флотилию, когда находим что-нибудь ценное. Так мы доказываем свое право вступить в совершеннолетие. А что вы ищете? Это могут быть ресурсы, например, пища или топливо, или полезная технология, или какая-нибудь информация, которая поможет облегчить жизнь флотилии. Очень вовремя, конечно, это все сейчас узнавать. Расскажите, что вы нашли. Во время своего путешествия я слышала сообщение о появлении гетто. С тех пор, как гетто стали причиной изгнания нашей расы, они никогда не пересекали границы вуали. Мне показалось это любопытным. Я последовала за одним из патрулей гетто на неисследованную планету. Дождалась, когда один из них отстанет от своей группы, а потом отключила его и вынула модуль памяти. Я думал, в момент смерти гетто его модуль сгорает. Что-то типа защитного механизма. Как вам удалось сохранить модуль памяти? Мой народ создал гетто. Если действовать быстро и аккуратно, вам может повезти, и небольшие фрагменты данных удастся сохранить. Большая часть данных была уничтожена, но мне удалось вытащить кое-какие звуковые дорожки. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. Это голос Сарна. Это подтверждает его причастность к нападению. Так просто, однако, да? Соль же это звуковая дорожка, которую можно даже поделать, тем более с вашими технологиями. Играж потому, что даже в наше время можно это очистить и сделать. Как вы это волнует? Он сказал, что после Иден Прайм они приблизились на шаг к каналу. Что это значит? Канал каким-то образом связан с маяком. Возможно, это одна из протеанских технологий. Что-то типа оружия. Подождите. Это не все. Саран работал не один. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение Пожинателей. Я не узнаю второй голос, который говорит про Пожинателей. Это какая-то новая раса? Согласно данным модуля памяти, Пожинатели — высокоразвитая раса машин, существовавшая 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили Протеан, после чего исчезли. Так, по крайней мере, считают геты. Звучит каким-то неубедительным образом. Видение на Иден Прайм. Теперь я понимаю их смысл. Я видела, как Протеан уничтожили Пожинатели. Геты считают Пожинателей богами, вершиной неорганической жизни. И они полагают, что Саран знает, как вернуть Пожинателей. О, совет придет в восторг. Пожинатели представляют угрозу всему живому в пространстве Цитадели. Мы должны сообщить им. Не важно, что они подумают насчет всего остального. Эти аудиофайлы однозначно доказывают предательство Сарана. Капитан прав. Мы должны сообщить об этом совету незамедлительно. А с этой что? С Кварианкой? Меня зовут Тали. Капитан, вы видели, на что я способна. Разрешите мне пойти с вами. Вы же сказали, что находитесь в паломничестве. Паломничество говорит о нашем желании посвятить себя общему благу. Кем я буду, если откажусь от этого? Саран – это угроза для всей галактики. Паломничество может подождать. Я приму любую помощь. Спасибо. Вы не пожалеете об этом. Мы с Андерсоном подготовим сообщение для совета. Таким нехитрым образом у вас есть несколько минут на подготовку. Встречаемся в башне. Ну а теперь у нас есть уже пять топарников из шести возможных. В том числе единственная Кварианка за всю игру. Чистый техник. Ну, понятное дело, как я уже сказал, буду выбирать только двух топарников. Я не люблю шибко париться с разнообразием, поэтому буду брать каждый раз одних и тех же. А почему бы и нет? Ну ладно, главное, что никакие очки отступника случайно не захапал. Да, вполне все неплохо. И теперь можно уже отправиться получать свой промоушен, так сказать. Рекс Кроганвоитель. Тоже весьма интересные неплохие навыки у него, в том числе и прокачка восстановления здоровья и прочего. Это очень даже полезно. Ну, в общем-то, все равно, если что, они дохнут первыми в сражении. И это не так уж и важно, главное самому выжить, если что. Вроде как все, пока что здесь делать нечего особо. Оставшиеся квесты мне приходится выполнять с учетом моих очков морали, которых все еще мало. Поэтому пока что придется на них забить. Капитан Шепард, у вас не найдется для меня минутки времени? Капитан Шепард? Меня зовут Самиш Батия. Извините за навязчивость, но мне больше не к кому обратиться. Без проблем. Чем могу помочь? Моя жена служила в космической пехоте в 212-м подразделении на Иден Прайм. Я отправил запрос на возврат тела для кремации, но военные мне отказали. Чем был вызван отказ? Должна быть какая-то причина. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что тело моей жены невозможно вернуть домой. Они не могут просто так удерживать тело вашей жены. Ждите здесь. Моим делом занимается мистер Боскер. Последний раз я его видел в том дорогом баре. Спасибо, что уделили мне время. Я хочу достойно похоронить мою жену и оказать ей соответствующие почты. Но пока что этот квест тоже придется отложить, наверное, потому что я не уверен, что мне хватит очков морали на то, чтобы убедить кого-то еще. Ну что ж, ладно. Пока что небольшой перерыв, а то я уже как-то засиделся и заигрался. Немножко отдохнем и скоро продолжим. Еще остается куча миссий перед тем, как мы наконец-то сможем впервые выйти в космос на своих двоих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok